Ребят, привет! Infocar.ua сейчас в Китае. Меня зовут Женя. Возможно, многие из вас узнали меня по рубрике «Что почем?». Те же, кто меня не знает, я советую, настоятельно советую очень внимательно смотреть каждый выпуск от начала до конца. Субтитры подогнал «Симон» Сразу отвечу на вопросы, где Паша, Ярик или Серега. С ними все хорошо, они в целости и сохранности. Сейчас находятся в Киеве и монтирую для вас очень крутые выпуски, которые вы сможете увидеть в ближайшее время. Что же касательно меня, я сюда приехал по приглашению компании Great Wall. Они организовали такой интересный и достаточно тур, который будет состоять из поездки на завод. Небольших там тест-драйвах. Но тест-драйвы, как я думаю, это будет просто проезд по парковке. Вперед-позад, влево-вправо. Потом мы поедем в Шанхай. Там будет проходить шанхайский автосалон. И там опять же компания Great Wall. Компания даже концерн Great Wall, который вмещает в себя, помимо основного бренда, это еще бренд кроссоверов Haval или Haval, как правильно я точно даже вам не скажу. Каждый произносит по-разному. И новый их премиальный сегмент – это тоже кроссоверы Way. Возможно, многие из вас слышали. Кстати, официальным лицом вот этого марки Way является Криштиан Роналду. Так что у них там все серьезно. Сейчас мы находимся в городе Бао-Дынь. Здесь непосредственно находится сам завод Haval, его производство. И, как я понимаю, также здесь находится Айвей. Кстати, вот сам город. Я немного вам покажу, сразу предупреждаю, ребят. Я не Ярик и не Серега. Поэтому за качество съемки извините. Вот такой город с населением 2,5 миллиона человек. Это, как бы, я не знаю точно, его центральная улица. Он считается по местным меркам такой глубинкой, провинцией даже в каком-то плане. Что здесь интересного? Вот, например, кстати, автомобили Peugeot. Видите? Peugeot с пятию львами. Видимо, тут по китайским традициям, чем больше львов, тем и круче. Это 4008. Но у нас он продается как 3008. 350 THP. Это типа 350 Turbo Post Powers. Хотя я сомневаюсь, что в нем 350 лошадей. Это какие-то местные их обозначения. Они тут есть на всех машинах. Вот, кстати, например, интересный экземпляр Volkswagen. Volkswagen здесь указано Jetta. Ну, по всей видимости, это явно не Jetta. Поскольку по городу я еще встречал кучу таких автомобилей, где сзади вместо Jetta было другое обозначение. Ну, и на вид он такой, как бы, чисто для местного рынка. Впрочем, тут таких очень много. Кстати, Volkswagen, как бы там кто ни говорил, что тут в основном китайские автомобили, но на дорогах больше всего встречается именно марка Volkswagen. Причем в разных вариациях. Там и Jetta, и какие-то китайские модели, и Passat, и Taurega, и Terramonte, Atlas, и они же. Вот Polo. Вот даже гляньте на парковку, пожалуйста, вот смотрите. Вот два Volkswagen. С этой стороны Polo. Еще вот, кстати, тоже интересный какой-то экспонат, чисто китаец. Santana. Здесь и правильно произнес. Называется. Там же, опять же, вот стоит Jetta. Вот, кстати, непосредственно сам наш отель. Powerwall International Hotel. Вот это его еще тоже здание. Здесь мы остановились на три дня. Три дня мы будем в городе, получается, Балдынь. Завтра у нас начинаются такие интенсивные мероприятия. Все в 8.30 мы уже выезжаем на саму фабрику. Хавел, 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 как кому угодно. Там мы после небольшой экскурсии, что нам там расскажут, покажут. Покажут еще, дадут пощупать автомобили. В том числе, если не ошибаюсь, будет Хавел F7. Это их новый кроссовер. И будут пару моделей Weya. В общем, постараюсь все для вас красивенько подснять. Ребята, я, кстати, тоже прошу прощения. И хочу попросить меня там сильно не поливать в комментариях. Я, честно признаюсь, взял камеру вообще в первый раз впервые в жизни, первый раз в руки. Ну, как, естественно, видеокамеру и себя хожу, снимаю. Те, кто меня хорошо знает, знают, что я даже как бы не люблю фотографироваться особо. Поэтому для меня это весьма такой интересный, новый и очень-очень непривычный опыт. Такая интересная, кстати, достаточно дверь. Так, форминг-холл отеля. Все, пойдемте номер. Честно говоря, сегодня плюс еще, но задержали рейс. Кстати, даже такая история не совсем, она как бы смешная и неприятная получилась. Мы должны были лететь из Киева в Мюнхен. Из Мюнхена пересаживаться до Пекина. У нас транзит был через аэропорт мюнхенский. В итоге наш рейс из Киева до Мюнхена задержали на 20 минут. 20-30 минут была задержка. Я не туда пошел. Ребята, некоторые из нашей группы сдали багаж. В общем, сдали свой багаж, да. В итоге, когда мы бежали там на пересадку, багаж не успели перегрузить в самолет. В итоге их вещи не приехали с ними. И ребята остались без каких-либо, без носков, без трусов, как говорится. Они сейчас поехали, кстати, в торговый центр, хотят все там посмотреть. И мои таблетки, к сожалению, тоже остались. Таблетки, которые мне надо принимать, это не менее губы. У меня губа до сих пор я не чувствую с момента удаления зуба. Тоже остались в багаже у ребят. Вот непосредственно сам номер. Я говорю, номер большой. Ванна выглядит таким образом. Кстати, уже полубирали, пришли. Шкаф, утюг. Кстати, очень полезная будет штука. Потому что все мои вещи я брал в маленьком портфельчике. И они выглядят как из задницы сейчас. Кровать. Что здесь у нас еще интересно. Он такой, типа, столик с креслом. Кресло, чтобы можно было слегка так выпасть. Вид из окна я вам, наверное, уже не покажу. Хотя нет, здесь не будет видно. В общем, такой вид. Видите, парковка. Автомобильная, вон, парковка велосипедная. Тоже высотки. Ну, впрочем, и все. Наверное, на сегодня, ребят, все. Увидимся с вами завтра. А вот так город выглядит в ночное время. Не знаю, как будет картинка. Ну, качественно, некачественно. Но постараюсь что-нибудь заснять. Вот, кстати, наш отель. Ну, а вот сами пейзажи, как говорится, городские. Ну, такой, как говорят, в принципе, сами китайцы, это у них областной такой городок с населением 2,5 миллиона. Вот, кстати, на мойке, не знаю, если видно вам, это как бы бокс, вроде как мойка. Стоит Ford F-150. Китайцы любят такие большие американские пикапы. Хоть официально у них, если не ошибаюсь, они не продаются. Они представлены. Ну да, похоже на мойку. Сейчас как бы полдевятого вечера по местному времени. Оживленности на дороге такой особой нет. Улицы не загружены. Как бы проезд свободный. Не так, как и днем. Ну, это, скорее всего, опять же, из-за того, что тут всего лишь 2,5 миллиона населения. Вот, кстати, ребят, еще один Вэй. VV7. Модель. Они тут достаточно популярные автомобили. Обратите внимание, как он смотрится. Ну, внешне, честно говоря, достаточно, даже не достаточно, а очень неплохо. Особенно в черном цвете автомобиль выглядит весьма агрессивно. Ну, с ним мы, конечно, поближе знакомимся в ближайшие пару дней. Ну, это так. Пока получился момент. VV7S. S это, наверное, более мощная версия его. Кстати, обратите внимание, что здесь многие, видите, как тонируют себе боковые окна. То есть составляют место квадратики для боковых зеркал. Это вот первый пример, если видно. Не знаю, видно, наверное, да? Вот стоит Хонда. С такой же фигней. Оно как бы, с одной стороны, логично. Видно, да? Причем у некоторых оно настолько заклеено, что от этого маленького квадратика толку никакого. Там зеркало все равно не просматривается. Ну, через тонировку все равно смотришь в тонировку. Вот тоже стоит какой-то местный микробусик. Тоже с такой же фигней. Кстати, еще один пример. Вот вроде как стоит джета, а написано он сагитар. Какая-то модель. Хотя, возможно, не знаю. Возможно, это у них указывается комплектация или какая-то еще ерунда. Поскольку, скорее всего, точно. Я на 99% уверен, что такие же я сегодня встречал с привычным названием джета. Ребята, вот и настал второй день нашего пребывания здесь в городе Баудынь. Сейчас около 7 утра. Видите, тут как бы город еще слегка спит. Нет такого оживления прям колоссального. Но движение, в принципе, уже есть. Через полчаса мы будем собираться на завод Хавелл, где нам еще обещают показать сегодня автомобиль Хавелл F7. Вингл пикап и Грейт Волл. Это линейка. И, возможно, будут еще Вэй. Вэй точно будет, только неизвестно сегодня или завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, наша команда перешла уже к другим автомобилям. Теперь он нам доступен самый, можно сказать, сейчас на данный момент топ компании Грейт Волл. Это их суббренд Вэй, премиальный. Премиальный кроссовер ВВ7. Видите, в принципе, он выглядит очень агрессивно из всех своих собратьев. В принципе, ехать он тоже должен. Агрессивнее всех. Даже слышно небольшие прострелы. Может, и не слышно. Сейчас, когда будем ехать, узнаем сами. Мы сейчас в самом топовом кроссовере ВВВ7. Сейчас заезд будет делать Артем. Я думаю, наши самые преданные подписчики его помнят, знают. Какая-то. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok все бы сказали что даже так надо короче ребят проехал ценовые автомобиль из всех представленных мира самое интересное в принципе выглядит он тоже очень интересно то есть если даже вот вы помните там буквально еще пять лет назад что производила компания great wall и то что она делает сейчас конечно прорыв у них очень чувствуется эти динамические поворотики конечно все реализовано далеко то не так как на немецких автомобилях для качества материалов там есть тоже определенные вопросы прорыв есть да все-таки там небольшой от стрельчика есть не знаю кстати надо посмотреть они там переводится режимы есть там спорт динамик как-то так это кстати самодель будет представлена на выставке можно будет полностью там 5 ну и тут пока есть возможность надо больше людей такие это f7x то есть аналог x6 видите тут купе-образные формы этот столочек интересное решение посмотрите как формы интерьер желтые вставки кстати кожа очень мягкая реально мы ездили на простом и в седьмом там все намного грубей тема что это конечно изоменительно но на ощупь очень мягенько и и боковины и эта часть но эта часть мне кажется 100 процентов кожи хотя нет не уверен я в этом не эксперт полностью цифровая приборка с достаточно неплохой графикой и прорисована она получше чем на бмв которые тупо ладно не будем об этом мигка и китайском ребята в принципе все работает очень даже шустро подавись я тебе сейчас включу и как это камера не 300 и 360 не до обзора не имею ввиду типа как вауди кстати да качество картинки это на уровне возможно даже как вей получше чем у своего 2d а то есть мы можем выбирать час углы тоже китайский 3d2d 180 что приедем сажим? ну давай ну давай тише тише а неу 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 кстати чуть-чуть вроде перестали на не так конусы как мы ездили на первой карте и следующий лап второй Гоу Набирает он увереннее чем его бензиновый Смасят немножко Нам будет интереснее ехать на фоне Да-да-да Угу Музыка? А, нюшки, я думал уже из машины что-то Кстати, ну да, тут потолок, вот люди у меня метр семьдесят шесть, это выше уже будут бахаться Не для Паши с Яриком машина Но по ногам в принципе все окей Кстати, ленте ребят, видите как отображается индикатор открытия-закрытия дверей Едем с инструктором по специально подготовленному маршруту Вот у нас тут в принципе вся наша делегация Каждый в своей машине Я так понимаю, что для каждого автомобиля отдельный маршрут Мы выбрали сперва пикап, Wingull 7 Думаем, что тут будет как бы самый такой интересный Какой-нибудь оффроуд Пикапа, кстати, такая интересная, ну, приятная С ее там кожа, мне нравится такая комбинация В принципе на всех машинах Но с учетом того, что это как бы коммерческая техника То весьма неплохо Хотя вот имитация тут карбона я считаю лишняя В таком автомобиле Считаны эти инструкции, партачок Коробка передач, штукомеханика Привод тут старый добрый part-time Подключаемый передний, постоянный задний Подключается и можете наблюдать шайбой 2H, 4H, 4L, это блокировка Видите, мы сейчас едем по такому специальному маршруту Тут как бы очень неровная брусчатка Еще вся вот так идет волной, как стиральная доска Сейчас едем по ровной Мне, честно, раз не привычки снимать Тоже видите, такая имитация кочками В принципе все мягко Ну да, это как бы наши реалии Где-нибудь в области 100% такие дороги Скорость тоже небольшая, 40 км в час, но Сказать, что мы там подпрыгиваем Или там подвеска рессорная Что-то там не отрабатывает, нет Тут у нас подъемы, что-то Там не было сколько градусов, знаешь, подъема Подъем, ну, подъем, в принципе, он дается легко Да, подключить и приедем Угу Ага Ага Тридцать Ну, это типа спуски там Снизу Тридцать Тридцать Ну, это типа спуски там Тридцать 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 Субтитры сделал DimaTorzok Скорость 160 В принципе, если вы будете ехать по идеально ровной дороге со скоростью, ну, около 160 км в час на пикапе вам, в принципе, будет комфортно Ну, слышать вы друг друга будете точно, да естественно, слышен шум от ветра, шум от колес Тут на цех надо не на пикапе Ну, да Тут надо уйти в 200 км, а там выше, да, по самым верхним 200 км, да? Да, более 200 км 280 км 240 км Да, наверное, F7 Наверное, F7 Планируется с места Интересно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На пикапе Wingle 7 идет по умолчанию задний привод, парт-тайм это значит, что подключается передок жестко, в режиме 4L выбираем и пониженная передача 4L. В принципе все по классике, как на многих пикапах и в принципе эта система считается проверенной и надежной. В случае чего он подвести не должна, никакой заумной там электроники. Все жестко выключены. Запаска снизу. Электрорекулировки сидений, конечно, позиции немного, но департаменты сделаем регулировку по высоте. Проводный зам. Словом, что сказать. Очень мягкая, кстати, кожа, это кожзам, скорее всего, конечно, кожзам, но мягкий. Главное, не знаю, как по безносостойкости, подлокотник вперед-назад. Такой бокс. На Wingle только механика идет. В принципе, все пикапы с механической коробкой передач. Автомат не предусмотрен даже за доплату. Здесь мультируль. Руль не кожаный. Я же говорю еще раз, не совсем уместно смотрится эта вставка под карбон, но тоже такое. Все-таки, как-то ж китайцы должны отличаться. Кстати, мне сама вот эта торпеда напоминает чем-то архитектурой BMW-шную. Вам так не кажется это? Обратите внимание. Ну, конечно, материалы все достаточно грубые. Все-таки это рабочая машина. Прикуриватель. USB-разъем 1. Подогрев сидушек. Ну, насчет комплектации еще тоже потом попозже уточню. Деликтовый номер в зеркал. Задний ряд. Ну, тут по-пикаповски так, знаете, как на скамейке. Ну, ты, кстати, не пойму, есть запах тут? Тут только что мы ездили на F7 по вот этому полигону по местному. Что хочу сказать, ребят. Меня оно конкретно укачало. Под конец, кстати, камера вырубилась, сила, зарядка. Но я уже последние пару метров реально с трудом доехал, чтобы... В принципе, это будет конкурентом, как L200. Кстати, вот профиль никого он не принадет. Мне, что-то кажется, Nissan. Не знаю, насколько они будут популярны у нас. В Китае, говорит, Волок Тино взялся покорять нишу пикапов. Попланируют увеличить свою, даже за пару лет, на 40 раз. Это свою долю рынка. Ну, в принципе, вот если по городу буду снимать, то, да, основная часть пикапов это Mingle V, причем семерок еще не видел. А вот, кстати, полигон, где нас катали. Я не знаю, будет ли вам видно. Вот видите, так себе едет вей. Вей что-то слабенькое. Тут, наверное, финиш. Да, они вот съезжают. Кстати, в принципе, посмотреть характеристики этих автомобилей вы сможете у нас на сайте в подборе новых автомобилей. Каталоги новых автомобилей. Ребят, мы еще пока находимся на производстве, непосредственно на самой площадке. Сразу хочу рассказать. Тут пока, видите, машины все в ряд стоят. Надеюсь, они сейчас никуда не собираются так резко уезжать. Мы тоже уже, в принципе, закругляемся. Сейчас нам еще будет показывать инструкцию по самому заводу. Но об этом тогда уже чуть попозже. Сейчас вам вкратце расскажу о машине. Это Haval H6. У нас он, в принципе, представлен, продается. Только тут исполнение. У нас модель, она как идет, цельная. Тут у них есть Red Label, Blue Label. Видите, это еще по идее старое. Разграничение. Красный значок. Красный, точнее сказать, фон налога. Это Red Label. И это более, если я не ошибаюсь, молодежный вариант. Или наоборот, более старший. Но об этой машине много чего говорить не будем, потому что очень детальный обзор делал Ярослав. Вы можете посмотреть на YouTube-канале. У нас, кстати, на наших украинских дорогах. Ледом идет уже их Premium Way. Это сейчас, я думаю, самый красивый кроссовер из линейки Great Wall. Из концерна Great Wall всего. Можно сразу видеть. Они как бы стараются подчеркнуть и статусность, и спортивность. И свой сегмент. 21-е диски. Купе-образный силуэт. Очень, очень крупный. Вот такой честный выхлоп. Двойной. Такие две двустволки. Торчащие. Причем еще в спортивной жизни, если так тапку в пол давать, он еще там что-то подпыркивает. Место в салоне. Второй ряд. Пространство для ног огромное количество. Отголовой давайте сейчас будет присядру. Я сижу хоть. Давайте так. Сейчас покажу, как над головой. Хотя над головой, видите, не особо много. Но мой рост метр семьдесят восемь. И пространства тут как бы немного. То есть, если сядет сюда уже или Паша или Ярик, им тут откровенно не хватит места. Хотя в ногах опять же, вот смотрите. Так, кресло можно сказать, что-то двинуто, но нет. Сейчас я сяду сам за собой. Но перед этим пробуем сложить. Спинки откидываются. Посмотрим сейчас позже багажник. Тверные карты, зуб немного грязный. Ну, смотрите, этот материал мягкий, но... Все мягенько, в принципе. Ну, для премиального кроссовера, я думаю, чтобы они сюда не стали что-то ликвидеть. Это пластик, но сделан в принципе так. Чувствуешь, слышите, да? Небольшие похрустывания. Ну, для китайских автомобилей, это простительно, считаю. Задний вентилятор и дефлектор. Выглядит очень стильно, но странно, что нет подогрева. Я думаю, что представлены все полные комплектации. Два USB разъема. Это плюс, безусловно. Машины слегка грязные. Тут на них уже покатались изрядненько. Так, электрорегулировки, массаж. Ну, я сейчас попробую. Ясненько, ладно, давайте так, центральная консоль. Ну, тоже пластик. Ну, это, знаете, царапины уже. То такое, это может повредили ключом. Зарядка. Здесь проводная. Тут тоже есть ниша, такой бокс. Что у нас здесь? Тоже зарядная. Прикуриватель. С той стороны тоже еще один разъемчик. Бардачок. Это такая миленькая перчаточка. Не знаю, кто. Чья? Кто-то забыл, оставил. Тоже такие турбины, пропеллеры, дефлектором. Выглядит, кстати, очень интересно. Стильно так и по-спортивному. Виртуальная приборка. Экранный, медийский, панорамная крыша. Потолок. Честно, не часто я щупаю потолок автомобиля. Честно говоря, он меня интересует в самую последнюю очередь. Но не могу, честно сказать, это ощущение с ним. Тут, смотрите, тоже такие изгибы. Напоминает мне, кстати, такая планировка, как в автомобилях Jaguar. Если не ошибаюсь, это самое первое, что пришло в голову. В Jaguar так точно должна быть такая система. Поднимается ветер периодически. Поэтому, если что, я прошу прощения за звук. Выглядит автомобиль, в принципе, достаточно так агрессивно. Особенно в черном цвете. Они по городу, тут в основном в черном автомобиле встречаются. 99% черных. И там, за сколько, за полтора дня, грубо говоря, уже встретил машин 10 и 9 из них это были черные. Ну, всего лишь одно видел. Хотя вот такого цвета я встречал еще на улице тоже. Вот один в один было. Сейчас откладка. Водительское место. Память сидений для водителя. Это тоже массаж. Тут что-то ничего не работает. Все. Ребята, кстати, не успел вам все рассказывать. Ну, ничего, эти машины еще не увидим. Они будут на выставке. Сейчас мы едем на экскурсию непосредственно в сам завод. Так что оттуда уже продолжим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok